На уроке разбирали методы преобразования. Мы разбирали, что сократить дробь можно только тогда, когда у нас множители. И в числителе множители, и в знаменателе множители. Посмотрите, какие тут множители. Тут минус, минус, плюс. Никаких множителей. Значит, мы должны организовать наши множители. Каким образом? Мы берем первую пару чисел, х в кубе плюс 2х в квадрате, и выносим общий множитель. Я сразу вижу, что у них буква х одинаковая, и мы выносим меньшую степень. Буква х и меньшая степень. 3 и 2, 2, естественно, меньше, поэтому выносим х во второй. Берем вторую пару, минус 9х, минус 18. И тоже выносим нечто общее. Букв у них общих нет, поэтому х не получится вынести. А вот цифры 9 и 18. Сразу подумали, ага, 9 и 18 оба делятся на 9. Мы можем вынести 9. Причем вынесем не просто плюс 9, а вынесем минус 9. Зачем? А потому что если вынесем плюс 9, у нас останется минус х, минус 2. А нам не нужно минус х, минус 2. Нам нужно, чтобы было плюс х и плюс 2. Нам нужно, чтобы скобки были абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Ну что, мы добились своей цели, скобки у нас одинаковые, значит, мы можем в следующем действии вынести скобки за скобки. Опачки. Итак, что я взяла? Я взяла, я вообще, во-первых, увидела общий множитель. Здесь есть х плюс 2, и здесь тоже есть х плюс 2. Я его увидела и вынесла. Если я заберу у первого числа х плюс 2, что останется? х во второй останется, да ведь? х во второй. А если у второго заберу х плюс 2, то останется минус 9. Итак, общий множитель в первых скобках, а все, что осталось, во вторых скобках. Но это еще не все. Сокращать пока рано, потому что если посмотреть на вторые скобки, это же у нас формула сокращенного умножения. Это разность квадратов. Давайте распишем нашу разность квадратов. Вот таким образом мы ее расписали. Разность квадратов у нас раскладывается на произведение разности и суммы чисел в стандартном виде. А теперь пора сокращать. Сокращаем только одинаковые множители. Вот, например, х плюс 3 можем сократить. И х минус 3. И х минус 3. Вот эти две скобочки можем сократить. Также мы можем сократить и х плюс 2, и х плюс 2. Попарный числитель и знаменатель, и только нечто одинаковое. Получили ответ. Х плюс 3. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментарии на ютубе. Я отслеживаю уже комментарии на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!